Великая. Именно так называют Джамал Сидакматову не только коллеги и родственники, но и все те, кто знаком с творчеством легендарной актрисы. Её многочисленные роли во многих известных фильмах, пусть не всегда главные, но не менее яркие, не оставляют никого равнодушным. Ей одинаково хорошо удавалось передать самые разные образы своих героинь – весёлых и грустных, трагичных и комичных. Сегодня возле столичного театра оперы и балета состоялась церемония прощания со звездой Кыргызского театра и кино. Проститься и проводить в последний путь пришли не только родные и коллеги усопшей, но и известные государственные деятели. Свои соболезнования выразили первые лица страны. Всего насчитывалось около 400 человек. От имени президента Кудайберген Базарбаев передал слова соболезнования родным. Слова в память об ушедшей актрисе говорили её близкие, писатели, заслуженные деятели, коллеги и почитатели её творчества. Министр культуры, информации и туризма Кайрат Имманалиев зачитал послания от представителей международных организаций и деятелей культуры других стран. Сегодня вся кыргызская культура скорбит, ведь Джамала Иче посвятила всю свою жизнь и труд народу. Теперь народ пришёл её поблагодарить. Лично я хочу сказать ей тысячу раз спасибо, Джамал Сидокматовна. Спасибо за ваш труд. Пусть земля и будет пухом. Царствие ей небесное. Огромное спасибо за вашу игру. Вы любимица народа и все сегодня плачут. Прощайте, Джамала Джа. Это большая потеря отечественной культуры. Все без исключения очень любили и уважали актрису. Ведь Джамал Сидокматовна могла найти общий язык практически с любым человеком. Известный режиссёр, сценарист Геннадий Базаров говорит, что Джамал Сидокматова была самим богом создана для творчества, что это было настоящим её призванием. Ещё при жизни она не раз рассказывала, как оставила учёбу в Московском институте лёгкой промышленности и вернулась во Фрунзе с мечтой о театре. Это была поистине её стихия, в которой она пробыла с 18 лет до самого последнего вздоха. Она была одной из первых кинозвёзд киргизских. Наравне с Бакем Кадыкеевой, с Раскуловым, с Джамановым, с Арсеном Амуралиевым. Она была кинозвездой. Я ещё в школе учился, я видел кинозвезду. Я не думал, что я когда-то буду с ней общаться. И даже с ней снимался в кино. Я с ней снимался в кино и играл её мужа. И мы смеялись там. Это сериал был, который снимал Ахтан Абдухалыков и Эркин Распаев. Сериал «О любви своей небеса». Те, кто знал актрису достаточно близко, отмечают, что Сидокматова никогда, несмотря на свой авторитет и звание, не была самовлюблённой, гордой, высокомерной. Она до последних дней оставалась доброй, жизнерадостной и открытой абсолютно для всех. Простым человеком, с которым можно было бесконечно говорить на самые разнообразные темы. Она умела слушать и вовремя находить порой такие нужные и тёплые слова поддержки. Впервые я её узнала в театре «Тунгуч». Вместе мы не снимались ни в одном кино. Вспоминая её, в голову приходит её участие в фильме «Болото Шамшиева» «Караш-караш». Мы были настоящими подругами. Много времени проводили вместе. Для меня она самая лучшая актриса. Она была очень интеллигентной, заботливой женщиной. Сегодня мы провожаем её в последний путь. Я со всеми очень скорблю. Пусть земля ей будет пухом. Джамал Сейдакматова не просто работала в театре и кино. До самых последних дней актриса делилась с молодыми актёрами своими знаниями. Она как настоящий наставник учила не только искусству, но и жизненным принципам. Я узнала Джамал Сейдакматовну по фильму «Дальние горы» 1958 года. Тогда я училась в пятом классе. С тех пор и влюбилась в неё. Впоследствии она привела меня на большую сцену в Кыргызский драмтеатр. Поэтому для меня Джамал Сейдакматовна не просто великая актриса. Для меня она настоящий наставник. Это большая потеря. Она была очень мягкой и творческой. Мы с ней были настоящими друзьями. Из нашего старого поколения ушла самая лучшая актриса. Сейчас, конечно, есть достойные актрисы, которые очень хорошо играют, но они не могут сравниться с Джамалой Джек. Играть так, как это делала Джамал Сейдакматовна, не просто тяжело. Но я искренне верю, что есть будущее поколение, которое продолжит её великий путь. Родные Сейдакматовой всегда отмечали её невероятное трудолюбие. Именно она своими силами и стремлением 32 года назад основала первый независимый Кыргызский театр «Тунгуч», став его художественным руководителем. Она объездила десятки стран мира, присутствовала на сотнях кинофестивалей, где всегда ей выражали признательность. Так, например, в Лондоне британские деятели культуры очень были удивлены, узнав возраст кыргызской актрисы. Они аплодировали стоя, восхищаясь её талантом, и вручили почётный приз за вклад в театральное искусство. Ушла целая эпоха. Такие слова сегодня слышались практически из уст всех, кто присутствовал на панихиде. За свой непосильный труд Джамал Сейдакматова была отмечена самыми разными наградами и званиями. Она и заслуженная, и народная артистка, а ещё удостоена премии Киргизской ССР имени Токтагула Сатылганова, кавалер ордена Манас, второй и третьей степени. Похоронили Джамал Сейдакматову на Аларчинском кладбище в Бишкеке. Елисей Кирпиченко, Турган Ниязов, НТС.